Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Сестра моего мужа Марина объявила меня своим врагом. Даже свекровь считает это какой-то ересью. А вот и предыстория. Знаете, в сети стали популярные разводы типа взломать страницу, написать кому-то из контактов и выманивать деньги. Мол, проблемы, надо помочь. И это еще не все. Злоумышленники стали сейчас умнее и вначале, прежде чем требовать деньги, начинают интересоваться вашей жизнью. Типа, как дела, как жизнь и все такое в этом роде. И вот неделю тому назад взломали страницу сестры моего мужа. Она у меня в друзьях есть. Но мы с ней ни разу не переписывались и переписка у нас чистая. Даже если есть что-то надо, она звонит моему мужу, недостойная я, чтобы мне писали или звонили такие личности. И деньги у нас она занимала часто. Причем никогда не возвращала. Мол, не помню, с головы вылетело и все такое. Но я-то думаю, что все она прекрасно помнила, просто косила под дурочку. И вот неделю назад пишет мне Марина. Ну то есть не Марина, а мошенники. Здоровается так мило, спрашивает, как дела, как муж, дети. А потом сразу просьба одолжить денег. Я сразу заподозрила неладное. В таких случаях она звонит мужу, знает, что я против постоянных займов. Я ей отказала, мол, денег нет. Настоящая Марина поначалу не знала о разводе и узнала аж вечером. Ее подруги не поняли, что это развод и переявли ей деньги. Общая сумма составила почти 10 тысяч. Марина была в шоке, но решила, что деньги нужно отдать. Хорошо решила, не поспоришь. Но вот тот факт, что я ей отказала, обидел ее страшно. Всех собак на меня спустила. Да хорошо, что отказала, а придется меньше отдавать. Успокаивала ее свекровь. Но Марина не унималась. Как так? Я ведь думала, что это она, и все равно ей отказала. Брату запрещают мне деньги давать. Такая вся плохая, жадина. Даже сказала, что видеть меня не хочет. Вот это проблема у человека. Сестра ее мужа отказалась деньги мошеннику переводить, а она еще и психует. Вот уже целую неделю скандалит. Свекровь меня успокаивает, чтобы я не обращала внимания на нее. Перебесится. Муж тоже на моей стороне. А вчера у свекрови был юбилей, и мы решили не покупать подарков, а деньгами помочь. Пусть купит, что ей надо. Я даже не хотел идти на праздник. Знала, что там будет Марина, и снова начнет скандалить. Так и получилось. Уже с порога Марина набросилась на меня с упреками и обвинениями. Мол, жадина пришла. Наверное, без подарка денег пожалела. Я поздравила свекровь, вручила ей деньги, развернулась и ушла. Надоело мне терпеть эту выскочку. Только теперь на меня все семейство обижается. Но ничего, переживу. У меня тоже есть своя гордость. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.